Путинский режим пожирает свои инфернальные порождения. Ликвидация крупнейшего варлорда и наиболее яркого, несистемного политика Пригожина вместе со всей верхушкой ЧВК начинают официальный старт президентской гонки 2024 года. Молчаливый Путин устал быть стареющим андердогом на фоне деятельного и яркого питерского выскочки, а потому в присущей ему чекистской манере отдал приказ избавить себя от конкурента. Смерть Пригожина выглядит довольно страшной. Крушение его бизнес-джета Embraer Legacy 600, заснятое на видео, дает осознание, что несколько минут перед ударом об землю повар вместе со своими шакалами изрядно потрепыхался в пасти ужаса. Было время на то, дабы пробежала перед глазами вся его адская жизнь, финальным итогом которой стала оторванная голова и кучка обгоревшей плоти. Но такова ирония судьбы. Он самолично довел эстетику трупизации россиян до небывалых высот. И, наконец, сам смог вкусить все прелести объятий с Костлявой. Путин испытывает глубокое удовлетворение от просмотра кадров с места катастрофы, радуясь качеству исполненной мести за предательский мятеж двухмесячной давности. Главный вывод в эпизоде с ликвидацией Пригожина состоит в том, что антипутинское выступление было настоящим. Более того, пригожинцы на базе африканского опыта планировали физическую расправу над Путиным Патрушевым Шойгу Герасимовым. Кошмар. Соответственно, в текущем моменте правящая преступная группировка расколота и вступила в стадию внутренней каннибализации. На практике это означает начало больших чисток, цель которых будет состоять в тотальной каннибализации политической системы России ради пожизненного правления Путина. Акт террористического судилища над Пригожиным обнажает путинский экзистенциальный мандраж. Он стал абсолютно неадекватным, ведет себя подобно Сталину в последние месяцы его жизни. Путин опасается за себя самого, ведь осознает, насколько обесценилась его роль в политических делах. Более он не арбитр в разборках между кланами. Он токсичен, как на него ни посмотри. И только стопроцентный контроль над пропагандой позволит еще на какое-то время удержать его на плаву. ФСБ выдан полный карт-бланш убивать любого, кто усомнится в авторитете счастливого дедушки. Думает, что ему хорошо. Сигнал более чем мощный и ожидается период интенсификации трагических инцидентов с рядом высокопоставленных чиновников и генералов. По имеющейся информации, в планировании теракта против Пригожина лубянки активное содействие оказывали китайские спецслужбы. На это указывает похожесть, катастрофы бизнес-джета олигарха и кейса с гибелью в небе наследника Мао Цзэдуна, министра обороны КНР Линь Бяо, который также планировал организовать военный переворот. Это просто подонки. Координацию осуществляли люди, которые презентуют китайскую квоту в правительстве и силовом блоке. Значительный интерес сейчас представляет проблема дальнейшего развития ситуации. Очевидно, что для Кремля, ЧВК и различные региональные ополчения и силы терробороны представляют колоссальную опасность, а потому начинается работа по радикальному избавлению от них. не контролирует и борьба между ними за реальное влияние. В таком состоянии страна прожить может не один десяток лет, на самом деле, как показывает тоже Сомали, потому что границы, установленные и подтвержденные ООН, в принципе всеми соблюдаются, а в такую гигантскую страну, как Россию, не особо кто захочет лезть. Уничтожение Пригожина ставит крест на истории Вагнера. Тем более, в самой структуре банкротия огромные денежные долги перед наемниками. Подчеркнуто дерзкий характер ликвидации должен запугать командиров, Вагнеров и других явных и скрытых оппонентов Путинщины. Единственным критерием сохранения в обойме власти будет щенячья преданность. Курс, который ведет, наверное, самый профессиональный, взвешенный, самый ответственный лидер в мире. Однако даже она не дает никаких гарантий. Ведь импульсивный Путин в любой момент способен отдать приказ на ликвидацию неугодного любого ранга. Все как в Северной Корее, где противники режима даже из близкого круга диктатора просто незаметно исчезают навсегда. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы. Но если они ликвидированы, значит было за что. Россия все глубже скатывается по адскому серпантину, проводником по которому был и покойный Пригожин. Цели мятежа были вполне ограниченные, но представление общества о всесилии Путина было столь велико, что эта вот угроза, она произвела очень сильное непредвиденное влияние. Она очень сильно подорвала путинский режим, создала ему очень большие проблемы. Именно в силу преувеличенности представлений россиян о надежности их политической системе. В Африке обычно такой системы, такой проблемы не возникает, потому что в Африке люди понимают, что они имеют дело со слабым государством. И войска, и население понимают, что они имеют дело со слабым государством. Поэтому реакция другая. Здесь население и элиты думали, что они имеют дело с сильным государством, а оказалось, что они имеют дело со слабым государством. И это для них оказалось шоком. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok